так как у нас наступает рождество и мы уже собираемся отъезжать сегодня покажу что мы закупили к рождеству и к отъезду домой начну наверно таких вот конфет которых я была просто я обалдела от красоты оберточки смотрите какая красота это конфеты ручной работы вот это они стоят 800 рублей вот эти конфеты вот эти конфеты ручной работы 750 рублей за килограмм сейчас мы распакуем и посмотрим как они запакованы и что там находится внутри цветочек комитет отдельно вот она отдельный цветочек я его снимаю запакованы такое такая конфета сейчас разрежем посмотрим что там внутри вот настоящий шоколад внутри и там начинка наверно сливочная со вкусом банана шоколад здесь немножко сложнее распаковывается здесь цветочек приклеены но мы его просто вытащим конфету конфета конфета вытаскивается да здесь вот тоже сама начинка такая сливочная начинка со вкусом ананаса что ли конфета пахнет кофе вот такой приятный такой запах кофейный конфеты метеоритный дождь плюс вот это город нальчик конфеты вот здесь и орешки вот она начинка какая очень вкусно следующая конфета называется барелота помадно клубничная начинка а это с кунжутом вот это сейчас откроем посмотрим бочоночек такой вот красивый вот она вот он начиночка конфеты очень вкусно рахат лукум внутри какая начиночка здесь в этих конфетах разная начинка но мы не будем раскрывать вот узбекистан конфеты тоже красиво запаковано как красиво сейчас посмотрим начиночку вот такая начинка написано сладкие плитки шоколада с молочной начинкой вот такая город ташкент съездили мы на казачий рынок в сторону абхазии я сейчас покажу что мы закупили к рождеству ну и конечно же домой потому что уже нас отъезд домой поэтому сейчас я покажу покупки какие мы сделали я сейчас сладости покажу отложу чтобы это черт хела но немножко мы ее как бы не помяли потому что в сумках лежала черт хела она стоит вот это вот одна штучка там 30 рублей вот видите черт хелу конечно надо осторожно вести но вот ломается это вишневая это инжир это не знаю карамелька пастила пастила разных разная пастила фруктовая абрикос лимон инжир там разные вот это вот одна штучка стоит там 30 рублей сыр такой вот сыр колобочек такой булочка вот такая вот килограмм 320 рублей ну вот это зависело где-то тяжеленькая такая зависела где-то около 180 рублей но я разрезать не буду потому что это мы взяли себе домой дорогу поэтому разрезать не буду значит дары абхазии вы знаете какие как-то специй не поехать это обязательно нужно приобрести удары абхазии вот здесь пять штучек это вот упаковочка одна упаковочка стоит 10 рублей вот за пять штук и 50 50 рублей одна такая упаковочка и вот вторая упаковка здесь побольше здесь вот видите 10 штук то же самое 50 рублей специи абхазии разные город сухом делает то же самое 50 рублей стоит такая полосочка запах вы не представляете какой запах здесь всего и для фарша и аджика с орехами для супа и борща для бульона универсальная жарко для харчо для плова для рыб для курицы для шашлыка вот такой вот набор взяли мы себе еще так лимоны лимоны вы не представляете какие они там дешевые вот он лимон мы взяли немножко позеленевший такой чтобы довести нам домой вот одна лимонка вот это стоит 5 рублей вот такие лимонки они когда мы пока доедем домой они дозреют вот этот ласточка перец очень хорошая взяла для семян чтобы посеять себе дома он сладкий сладкий называя сказали что называется ласточка вот этот томат дары абхазии называется он очень сочный я от купила себе томат для чтобы выбрать семью он нигде сказать что он не гибрид хотя и перед рождеством но цены цены приемлемые такие мы купили такой вот мы купили рыбешку это рыба рыбина толстолобик или как мне даже я не забыла как название этой рыбы стоит 250 рублей она такая большая огромная 250 рублей я думаю что мы довезем домой в газете она доедет суммы себе еще приобрели вот он масло настоящая запах открывали пробовали очень-очень такой запах масло настоящего масло подсолнечное для салата запашком такой очень мне понравился мы его приобрели ну сгущенку я не буду рекламировать она везде и всюду есть мы взяли для выпечки вот это вот баночка 350 рублей эта банка где-то 650 грамм здесь больше в этой банке больше килограмма дорого это или нет я не знаю но мы вот взяли сотами мед цветочный цветочный мед здесь 3 литровые банки сказали где-то около четырех с половиной килограмм вы не поверите но эта банка стоит 1000 рублей мед пробовали очень даже хороших такой вот мед с их них цветочных плантаций у нас так у абхазского нету поэтому мы взяли вот абхазский вот такой мед цветочный насколько он правильно или нет будем пробовать дома а потом уже ценить хороший этот мед или нет но не взять конечно это для внуков для себя вот такую банку за такие деньги я считаю что это просто даром счет продукции с медом и накупили как видите будем лечить детям внукам ангины вот так как они у нас часто болеют так что будем еще продукции с меда лечить дальше мы еще купила я вот таких вот гвоздичных палочек я забыла то не так пахнут корица гвоздичные палочки это для выпечки купила я очень пахнет приятно вот такой вот продукции мы набрали еще там так что вот такие с такими ценами я вас познакомила дорого или нет решать вам спасибо за просмотр и всем пока пока пока